Всем привет, с вами Надежда Чёрная, мы играем в невесту для вампира, и это уже вторая часть. Мне будет приятно, если вы подпишетесь и поставите лайк. Давайте, поехали! Ты уже знаешь, как меня зовут, да? Субтитры делал DimaTorzok Вау! Лунный свет очерчивал величественный силуэт лорда. Он стоял в дверях и холодно смотрел на меня из-под полуприкрытых век. Я, Алистер Андоне. Бледная кожа, глубокие, темные глаза. Лорд, на удивление, выглядел привлекательно. Но что-то его внешности было мрачным и даже зловещим. Вам известно, зачем я пришел? Тело безудержно дрожало, а губы раскрылись в нелепой попытке вымолвить хоть слово. Возьми в себя в руки, Рози! Раздались торопливые шаги, привлекшие всеобщее внимание. Вредители оказались в холле изумленные возникшие перед ними картины. Лорд, Алистер? Не ожидали увидеть вас так скоро. Я поймала испуганный взгляд мамы. Оливия, милая, пора собираться. Оливия? Оливия? Я обернулась на родителей со злостью и обидой, посмотрев на них. Хотелось в эту же секунду выдать их ложь. Избавиться от судьбы, что мне пророчится. Чего вы так боитесь? Что может быть больнее, чем потерять дочь? Оливия? Я струнно стрижала слова, что горьким осадком застряли в горле. Рози? Отец видел мою злость. Родители и лорд загнали меня в угол и ждали, когда на смену ярости и обиди придет смирение. Не заставите. Я стремительно покинула холл, вбежала в покой Оливии, захлопнув в дверь. Ух. Приставила к ней стул и подошла к окну, надеясь разглядеть у ночи сестру. Я не должна отвечать за тебя. Не было слышно шагов или голосов из оглушающего стука сердца. Внезапно стул с грохотом отлетел и дверь распахнулась. Ой-ой-ой. Уходи, не пойду с тобой. Оливия, прошу тебя. Не делай глупостей. Родители пытались докричаться до меня из-за широкой спины лорда. Алистер резко захлопнул дверь перед ними. Не входите сюда. Я поговорю с ней сам. Рози! Как у Беллаш такой, Рози! Голос Милоша оборвался, стал глухим, а слова неразличимыми. Алистер пренебрегала происходящим. Его внимание было направлено только на меня. Оливия, почему бы тебе не уйти? Либо отец покалечит моего друга, либо он отца. И все из-за твоего желания потешить собственное могущество. Алистер рассматривался в мои глаза, искал там что-то. Я бы не стал так нелепо потешаться, избрал бы способ изощрённее. Его взор опустился на мою грудь, и я прикрыла её рукой. Милоша чаянно пытался ворваться в комнату, но Алистер не обращал на это никакого внимания. Это я так паршиво запираю двери, или лорд так силён? Мужчина сделал шаг ко мне. Не подходи. Смотри на себя, могущественный лорд. Привязался к юной девушке, угрожающей её семье. Алистер удивлённо склонил голову на бок. О каких последствиях нарушения сделки идёт речь? Смерть с заточением о пытке? Скажи, к чему готовиться? Я сама это понесу. Он подошёл совсем близко и наклонился к моему лицу. Я вжалась в каменную стену. И слово вставить не даёшь, строптивое. И с тобой, и с твоей семьёй ничего не случится, если просто уедешь со мной. Ах, вот как? Только условия такими и были. Я не согласна. Ты не отнимешь мою свободу? Лорд больше не ждал моего смирения и грубо схватил за запястье. Отпусти. Я попыталась высвободить руку, но тщетно. От холода его кожа заломила кости. Человек вообще может быть настолько ледяным? На секунду показалось, что глаза Алистера вспыхнули красным. Это... Это... Флоресценция. Да кто ты такой? Тело совсем обмякло. И сил сопротивляться не было. Казалось, что я вот-вот потеряю сознание. Что ты сделал со мной? Алистер коснулся ворота моего платья и потянул его вниз. Не смей. Я не сделаю тебе больно. Эти интимные прикосновения вызывали отторжение. Алистер оголил плечо, и я внезапно поняла для чего. Хочет увидеть метку. Так даже проще, ведь её нет. Полт его пальцев обжигал кожу. Дверь, наконец, распахнулась. Не успел? Не увидел? Родители вместе с Милошем ворвались в покое. Что ты с ней сделал? Лорд с презрением посмотрел на моего друга. Почему он ещё здесь? Я медленно скатывалась по стенке, не в силах удержаться на ногах. Алистер подхватил меня легко, даже нежно. Новый гость вызывал лишь страх и ненависть. С трудом раскрыв налившиеся свинцом веки, я сукоро смотрела на лорда. Уже я ненавижу тебя. Оливия? Что с ней случилось? Злость забрала из неё все силы. Алистер явно хранил куда больше тайн, чем казалось изначально. Пронизывающий холод, что источало его тело, горящие красным глазам. Сила. Что он может сделать, если продолжу сопротивляться ему? Стало жутко от того, что Оливия могла оказаться в руках этого человека. Я пойду с тобой. Оставь меня с мамой. Но ещё страшнее, что в его руках теперь я. Лорд аккуратно усадил меня за стол. Что он сделал со мной? Отец, взяв Милоша за предплечье, вытянул его из комнаты Оливии. Нет, вы не можете с ней так поступить. Вазит, всё решено. Алистер вышел вслед за ними. Как только дверь закрылась, мама поскочила ко мне. За дверью были слышны возмущённые возгласы Милоша. Вы не даёте ей выбора. Рози, что с тобой, тебе плохо? Очень не хочу спать. Прости, милая. Но по-другому нельзя. Твоя сестра подвела нас. Мы в беде. Мама заплакала. Я протянула ей письмо Оливии. Она оставила это. Бегла, прочитав причальные строки, мама подняла на меня глаза. Да ведь сама её надоумила. Постоянно твердила о том, что не хочешь замуж. Может, если бы вы были с ней честнее, она не поступила бы так. И если бы Лорд навестил нас хоть раз. Теперь, когда Лорда не было в комнате, мне становилось легче. Силы возвращались ко мне. А с ними и злость. Почему не прогоните его? Скажите, что Оливия сбежала. Если так хочет жениться на ней, пусть ищет. Мне кажется, вот правильно, да? То есть, если Оливия сбежала, ну пусть её и ищет. У неё метка, в конце концов. Хм, ну тоже как-то неправильно чуть. Мама погладила меня по плечам и глубоко задумалась. Когда вы родились, отец потерял работу. Поместье чахло. Когда к нам пришёл отец Алистера и предложил помощь. Взамен на это попросил лишь, чтобы одна из наших дочерей стала невестой его сына в будущем. Лишь? Лорд всегда был уважаемым человеком. Стать причастным к его семье, благодать. Он предупредил, что нарушение обещания будет стоить на всего. Тогда у нас не осталось выбора. И вы согласились на это? Ради нас, ради денег. Ну, с другой стороны, да. Когда такой выбор, потерять всё или отдать дочь замуж. Ну, давайте ради нас тогда выберем. Конечно, мы хотели обеспечить вам достойную жизнь. Мама заметила, что мне стало лучше и принялась собирать вещи. Мы видели детей, которые голодали. Люди не могли обеспечить себе пропитание. То были тяжёлые времена для нашего города. Мы бы никогда не продали вас за неизвестного. Жестокого человека. Дай ему шанс. Я не хочу замуж. Обещай, что мы заберём тебя, если он будет плохо относиться к тебе. Только дай знать, любым способом. Жертва, которую я приношу, стоила мне всего. Обида, злость и разочарование одолевали меня. Но ведь слёзы матери было невыносимо. Они всё делали ради нас, сестрой. Как же Оливия? Её нужно идти. Мы займёмся её поисками сразу. Как ты, лорд, уйдёте? Главное, ничего не говори ему об этом. Мама вдруг замерла, обнаружив что-то в комоде сестры. Это письма Анки? Да, их всё время получала Оливия. Может, заберёшь их с собой? Я опустила взор на дрожащие руки мамы и письма Анки, крепко сжатые её тонкими пальцами. Давайте заберём. Может, там есть какие-то пасхалки к тому, куда она вообще направилась? Да, может, прочитаю. Когда будет особо найдено. Она кивнула и положила найденное в сумку с вещами. Мама подошла, держа тонкую кисточку и баночку с чернилами. Лорд оставил метку на Оливии. Краска обожгла холодом нежную кожу. Ты должна рисовать её всегда и не допустить, чтобы Алистер увидел тебя без неё. Как появилась эта метка, как метка влияла на Оливию, почему Лебедь, вопросов нет. Ну, почему Лебедь, понятно, типа, больше пары нет же у Лебедя. Так появилась эта метка. Он несколько минут держал Оливию в руках. Когда он ушёл, метка была на ней. Вас это не смутило? Ещё как, отец был сильно зол. Но дела резко пошли в гору, а на твою сестру метка не оказывала негативного влияния. Как метка влияла на Оливию? Твоя сестра была очень беспокойным ребёнком. Но после визита Лорда, Оливия стала хорошо спать и гораздо меньше плакать. Почему Лебедь? Говорят, эта птица выбирает себе одну пару на всю жизнь. Быть может, Лорд хотел показать, что Оливия уже связана с человеком, предназначенным ему ей. У жениха такая же метка? Если она есть, то ты её видишь. Вопросов нет. Когда все приготовления были закончены, я взяла небольшую сумку с преданным, и мы спустились вниз. Щёк. Отец и Алистер о чём-то тихо переговаривались, но когда наметили нас, тут же замолчали. Папа, должно быть, приносил извинения за моё поведение. Хотя это передо мной, ему стоит извиняться. Папа подошёл ко мне, чтобы обнять. Впервые за много лет. Он не отличался чувствительностью, но сейчас ощущал вину, и объятия были извинениями. Было тяжело их принять. Лорду есть что тебе сказать. Мой равнодушный взгляд переместился на Алистера. Он достал из внутреннего кармана маленький футляр и подошёл ко мне. А-а-а! Я, отводя взоры от моих глаз, открыл его. Мама охнула от удивления. Изящное помолвичное кольцо блеснуло, отражая тусклые блики свечей. Вспоминая то, что происходило 15 минут назад, от предложения стало тошло. Разве того, что о браке договорились наши родители, недостаточно? Я не жду от тебя ответа сейчас. Поэтому и предложение стать моей женой не озвучиваю. Прими кольцо. Больше не прошу. Мама и отец смотрели встревоженно ожидаемые реакции. Но устраивать сцену у меня больше не было сил. Я должна надеть его? Надень тогда, когда будешь готова дать ответ. Тогда мы сыграем свадьбу. Пока просто постарайся понять, что я не желаю тебе зла. Кстати, вот насчет лебедя, да? Вот всей этой темы. У него здесь вот на шарфике, посмотрите, брошка в виде лебедя. Не просто все так. Ой, как будто у кольца зуб, слушайте. Я ее так рассматриваю. Получить. Футляр отправился к остальным вещам. Только сейчас я заметила в столовой Милоша, беспокойно барабанившего пальцами по столу. Не смогли все-таки его прогнать. Алистер разобрал из моих рук сумку. Милош поднял на меня глаза. Казалось, он был так же обессилен, как и я несколько минут назад. Мне нужно попрощаться. Лорд проследил за моим взглядом и, поразмыслив, пару секунд кивнул. Не задерживай нас. Какое милосердие. Вдруг поднялся, когда подошла к нему. Слегка пошатнувшись, он облокотился о стол и грустно улыбнулся. Я не выдержала и... Давайте мы его обнимем. Я всего на пару мгновений позабыла о происходящем. Скрылась в объятиях друга, которого вот-вот у меня отминут. Все будет хорошо, слышишь? Я вытащу тебя оттуда, Розе. Обещаю. Милош всегда был рядом. Защищал меня, оберегал от всего и всех. Расставаться было больно, ведь именно рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Милош держал меня в своих руках, стараясь успокоить. Я должна идти. Вдруг стеснуло объятия крепче. Никто вокруг не одобрял его действий. Я представила, насколько сейчас страшно маме, и мама оттолкнула его. Алистер запомнит это. Пришлось попрощаться с близкими и вернуться в реальность. Нам пора. Позаботься о ней. Главное, чтобы она приняла мою заботу. Лорд направился к выходу. Мама обняла меня напоследок, оставив свои слезы на моей щеке. После короткого прощания я поспешила за тем, кто отнял мою свободу. В мрачной кабине ретты пахло лордом. Мужественный аромат миндаля и шафрана, который я не замечала до этого. Запах поглощал, словно заставляя забыть обо всем. Алистер сел напротив и растворился в полумраке. И я с тоской и обидой смотрела на дом, который сегодня стал для меня чужим. За что мне это? Мне совершенно не хотелось замуж. Так почему со мной это происходит? Теперь она понимает сестру. Грета внезапно тронулась, а сердце застучало так, что его биение слышал мой попутчик. Во всяком случае, мне так казалось. Мог бы хотя бы попросить прощения. Никогда не надену кольцо, что он мне дал. И уж тем более не назову мужем, изверг. Я украдкой смотрела на едва различимы Ли Калистера. На острые скулы, залитые лунными гликами. Посверкающие в ночной тьме глаза. Глубокие и чарующие. Если не знать о том, каким грубым он может быть, в них легко пропасть. Наши взгляды неожиданно встретились. И я испуганно задержала дыхание. Может поставить его на место? Что делать? Заговорить? Промолчать? Ну, давайте с ним заговорим. Может, мы его просто плохо знаем? Может быть, как-то история обернется в лучшую для нас пользу, да? Может, найдется эта Оливия? Я думаю, она не успела далеко сбежать как-то за это время. Давайте заговорим. Не помешало бы извиниться. Правда? Лорд наклонился, и теперь я могла хорошо разглядеть его лицо. Холодное, нетронутое эмоциями. Он смотрел на меня изучающей, но с необъяснимой теплотой. В его взгляде не было вожделения или издевки. Но на меня его чары не действовали. Этот человек навсегда останется тем, кто отнял мою свободу. И сорвал празднество. К тому же сделал мне больно. Я подняла перед ним руку, которую до этого он силой сжимал. Тогда ты права. Прости. Обещаю, что заглажу вину. Лишь в мгновение я вновь взглянула на лорда и заметила тень доброй улыбки. Он вернулся во мрак. Казалось, что именно там он чувствовал себя собой. И где тот лорд, что, казалось, разорвет меня от злости? Такая перемена настроения пугает еще больше. Кто же ты такой, Алистер? Знаю, насколько внезапно появился в твоей жизни. Но ты не должна страшиться говорить о себе и своих чувствах. Вот как, что ж. Я выскажусь осторожно. Выскажусь прямо. Такого хмылка у нее такая. Ну ладно, ты типа, ну, сам напросился. Давайте, наверное, выскажемся осторожно. Я просто боюсь, что она там может рассказать. Так вот с дуру просто. Меня отняли мечты и возможность их воплощать. Всю жизнь я провела в поместье, и теперь же проведу ее остаток в твоем замке. Клетку поменяли, но суть ее осталась прежней. Что помешало сделать все по-человечески. Мне показалось, что лорд горько усмыхнулся. По-человечески? Не спеши делать выводы. Я понимаю твои чувства, а тебе только предстоит понять моим. Луну заволохло тучами. Ответь на вопрос. Что бы ты выбрала? Короткий миг в заточении, а затем вольную жизнь или... Вечность, столетие, из которой ты проведешь без шанса на свободу. Это странный вопрос, но... Смотря тоже, знаете, какая вечная жизнь и какая свободная. А можно вечную и свободную? Вот идеально. А если еще и богатую, то вообще супер. Ну, я понимаю, что... Типа, про свободную жизнь, это типа про ее жизнь и короткую, но свободную. Либо про жизнь... Про бессмертие, да? Про вечную жизнь. Давайте выберем вечную жизнь. Я все-таки топлю за то, чтобы стать, ну... Вампыром. Какая разница, сколько времени я буду ограничена? Впереди тысячи лет независимости. Когда ты мне задали такой вопрос? Что ты выбрал? Позже узнаешь. Послышался монотонный звук стук дождя. Я не обижу тебя, Оливия. Это имя больно кололо мне сердце. Меня забрали то, что казалось невозможно отнять. Саму себя. Зачем ты поступила так со мной, сестра? Отец говорил, что у тебя некая болезнь. Да, своего рода аллергия на солнце. Лишь поэтому ни разу не навещал нас? Нет. Я не хочу, чтобы ты расспрашивала меня об этом. Если бы мы встретились, мне пришлось бы забрать тебя гораздо раньше. Раньше? Казалось, что Алистер помрачнен. Что-то в этом разговоре задело его. Мне было невыносимо интересно, что. О сделке тебе сказали твои родители? Голос лорда был успокоен. Нет, они ничего не говорили. Никогда. Я нервно выдохнула и облокотила голову, а залитая каплями дождя окно. Ты так верит слову своего отца. Пришел, забрал, хотя ничего обо мне не знаешь. Ты не боялся, что я окажусь уродливой? Это не самое главное. Пока на тебе есть метка, ты была и остаешься моей. Нельзя отступать. Это что, какая-то магия? Пусть так. И что же, умру, если сбегу? Так метка работает. Новое влияние я не ощущаю. Слишком много вопросов, скоро сама всю знаешь. Ой, да ты знаешь, что с сестрой может приключиться, раз там метка прям такая важная. Замок был уже совсем рядом. Высокие шпили скрывали собой лову. Раньше мне не доводилось видеть ничего величественнее. Какой огромный. Надеюсь, тебе будет в нем комфортно. Если ты будешь жестоким по отношению ко мне, уйду. Не задумываясь. Я забрал тебя не для того, чтобы издеваться. Теперь это и твой замок. Постараюсь сделать так, чтобы ты была счастлива в нем. Главное, никогда не ври меня. И мы просто начинаем с вранья. Просто мы не Оливия. У нас нет метки. Мы вообще вторая сестра просто. Обещано первое. Кручим. Все через Ж. Теперь я всецело ощутила власть ночи над собой. Замок внушал страх и странное предвкушение того, что скрывало внутри. Не о таких путешествиях я мечтала. Только бы этот замок не стал моей клеткой. Не хочу, чтобы он был последним, что я увижу. Алистер открыл передо мной тяжелую украшенную лепниной дверь. И я не смело ступила внутрь, погружаясь в таинственное пространство, которое дышало вокруг меня. Было неясно, действительно ли потолок был усеян пауками, летущими липкую паутину. Пробежала ли крыса из одного угла в другой. Или это мой помутившийся рассудок дорисовывал мрачные образы. Здравствуйте, мисс. Ой, что-то он прям-то какой-то загорелый. На фоне-то хозяин. Я вздрогнула и осторожно повернулась, встретив внезапно возникший из тьмы голос. Добрый вечер, я... Юная невеста лорда, знаю. Мужчина учтиво поклонился. Леонард. Дворецкий. Несмотря на сдержанность и статность, Леонарде было нечто дикое. Но при этом привлекательное и завораживающее. Глаза необычные. Кажется, уже видела похожие. Точно. У того мужчины в лавке по песку. Почему здесь так... Красиво? Нет, мрачно. Замок действительно был жутким. Когда никто не тревожил тишину разговорами, были слышны шорохи. Здесь явно жили не только люди. Мне очень не хотелось встречаться с другими обитателями замка. Чудо мой. Надеюсь, здесь нет летущих мышей или змей. Если не будете проявлять шизмерного любопытства, то никого из них не встретите. Ничего смешного. Высокий силуэт вырос из тени позади меня. Алистер передал мужчине мои вещи, невзначай коснувшись рукой моего плеча. Рядом с лордом я ощущала себя такой хрупкой. Казалось, очередное его прикосновение заставит меня рассыпаться. Яна-Арт, подготовь покой для Оливии, пока мы будем ужинать. И позаботьтесь о том, чтобы там было окно. Люблю свежий воздух. Обязательно, мисс. Дворецкий, наградив нас лучезарной улыбкой, скрылся в темном коридоре. Ты можешь обращаться к нему, если понадобится помощь. Помощь с побегом считается. Сколько здесь людей? Людей? Много. Ты сама скоро со всей познакомишься. Вскоре прибудет твоя помощница. У нас возникли некоторые проблемы с ее поисками. Какие же? Наше внимание привлек стук открывающейся двери, из-за которой тут же донесся аромат свежеприготовленной еды. Живот заурчал, и я накрыла его рукой. Кажется, эхо в замке разнесло урчание по всем его уголкам. Везде не ело. Лорд Алистер, вы так задержались? Познакомься с Оливией. Мужчина был не на шутку сбинчен. Однако, как только обратил внимание на меня, то расплылся в улыбке. Наконец-то прибыл хоть кто-то, кто сможет оценить мои яствы. Никола. Ох, простите. Прошу за стол. Никола? Такой худой и странно. Никола мгновенно скрылся в столовой. Он очень сентиментален. Постарайся не расстраивайся. Я расстрою его тем, что не буду ужинать. Тебе нужно поесть. Ты потратила много сил. Отказа не приму. Разражает. Я проследовала за лордом в столовую. Алистер любезно подвинул мне стул. Проигнорировав его заботу, я села на соседний. Лорд был раздражен, но я сделала вид, что ничего не произошло. Аромат еще пышущий жаром яств разбудил во мне аппетит. Ковар суетился вокруг меня, поднося мне разные блюда. По стороне Алистера же не было никакой еды. Ты не отужинаешь со мной? Я не голоден. Будешь просто сидеть и смотреть? Ковар мельтешил у нас перед глазами. Ох, ну когда же ты сядешь? Никола, достаточно. Мужчина тут же опустился рядом с Алистером. С любопытством наблюдаем. Видимо лорд воспринимает его как равного, раз повар просто сел рядом с ним. Интересно, все здесь заслуживают такого его отношения? Попробуйте же скорее. Никола, а почему вы не идите? Ох, я тоже совсем не голоден. Отравить меня, вздумали? Я звонко положила приборы на стол и с вызовом посмотрела на Алистера. Не стану есть, пока кто-то этого не попробует. Алистер устала, посмотрев на Николу, и тот заметно занервничал. Лорд, все приготовления закончены. Леонард едва вошел в столовую и тут же замер, уловив напряжение. Что-то не так? Да, никто не хочет ужинать со мной, в чем причина? Может, ответите вы, Леонард? Я понял, боитесь, что здесь желают убить вас? Дворецкий взял вилку со стола и нанизал на нее маленький кусочек мяса прямо из моей тарелки. Поверьте, сделать это несложно. И вовсе не обязательно искать яд и портить еду. Проживав, он победно улыбнулся мне. Все с едой хорошо, не переживайте. Дворецкий не стал задерживаться и вновь покинул столовую. Нервно выдохнув, я решила попробовать. Соль! Слишком много соли! Неужели Леонард счел это вкусным? С трудом разжевав кусочек, я проглотила его. На глазах чуть было не выступили слезы. Ну как? Что сказать? Отвратительно. Немного пересолено. Пускай прям в лоб или вот чуть-чуть смягчить. Ладно, давайте скажем, немного пересолено. Очень вкусно, Никола. Поверьте, вы листите. Нет, нисколько. Разве что стыло добавить чуть меньше соли. Только не это. Я так старался, чтобы юная невеста Лорда была довольна. Просто добавь меньше соли в следующий раз. Вон из кухни, никаких больше блюд. Никола выбежал из столовой едва не плачет. Везде не дается поесть, а силы нужны. Не думала, что он настолько чувствителен. Надеюсь, до завтра придет в себя. Иначе кухня снова ляжет на плечи Леонарда. Несмотря на неловкую ситуацию, мне стало спокойнее. Люди здесь, да и сам Лорд, хоть и были странными, но злыми не казались. Мама сказала, если мне здесь будет плохо, я смогу уйти в любой момент. Нужно только найти веский повод. Моя дверь вдруг шумно закрылась. В замок кто-то пришел. Я не видела кто, но ловила аромат жасмина и черного перца. Запах казался до ужаса знакомым. Это ведь... У меня из-за спины возник человек, увидеть которого я ожидала меньше всего. Откуда он здесь? Взгляд мужчины, изучающий, сколезнул по мне. Кстати, он же знает, что мы Розе, не Оливия. Потому что, ну, он слышал разговор в магазине. И слышал, как к нам обращалась продавщица, да, та торгашка к ней. Пишут. То есть, он будет знать всю правду. Может быть, он нам поможет, кстати, да? Он спутил меня. А уже известный заповедь заставил вспомнить встречу. Ведь он может выдать наше знакомство. Сердце бешено заколотилось. То, что вспомнит встречу, точно. Но поймет ли, что перед ним не Оливия? Я испуганно смотрела на неожиданного гостя. Эмилиан. Лорд встал из-за стола, приветствуя мужчину. Так вот, твоя невеста. Здравствуй. Я лишь беспомощно кивнула, приветствуя. Эмилиан, судя по всему, не собирался выдавать наше знакомство, мгновенно утратив к моей персоне интерес. Так забывчив? Не поверю. Я распорядился. Помощница прибудет через два дня. Лучше, чем ничего. Ты в долгу передо мной, Алистер. Оливия, ты ведь голодна? Я хочу есть. Дождусь утра. Давайте, наверное, поедим, потому что нам нужны силы. Может быть, что-то будет без соли. Или то, что, собственно, саку достаточно вкусно. Может, какие-то фрукты, ягоды, ну, лучше, чем ничего. Я хочу есть. Никола снова не угадал с солью. Да, состав компании гостей. Я скоро вернусь. Алистер скрылся на кухне. Пока я бледная от страха. Боялась даже посмотреть в сторону Эмилиана. Мужчина сел за стол и с интересом посмотрел на меня. Отчего же ты не сказала о нашей встрече? Так, а почему вы о ней не упомянули? Эмилиан откинулся назад, притворно задумавшись. А мне понравилась твоя сестрица. Столь нежна и хрупка. Кто же ей поможет, кажется, она в опасности? Кто защитит? Зря вы думаете, что ей может угрожать опасность. А вдруг это он ей помог? Вдруг это он ее, не знаю, похитил? А, так. Она не одна, она сильна. Давайте скажем, она сильна. Ну, ей же хватило силу бежать, да? Кто скажет иначе? И справиться со всем самым. Что же, надеюсь на это. Что-то скрывая, мужчина заставлял меня нервничать. Алистер повернулся с тарелкой ароматного супа. Эмилиан тут же посерьезнел. От прежней игривости не осталось и следам. Он точно что-то знает. Столовая пополнилась еще одним человеком. Эмилиан, ты все-таки вернулся. Я удивлен, что ты не поменял замки. Не успел. Кажется, у них напряженные отношения. Эмилиан лишь на секунду посмотрел на меня. И в его взгляде я уловила тень коварства. Алистер, не могу ты поговорить со мной? Наедине. Леонард, проводи Оливию в ее покое. Эмилиан может что-то знать. Что-то он расскажет ему. Попросить Алистера провести и смириться. Она хочет Алистеру украться. Давайте попросим Алистера привести нас. Я постаралась натянуть маску безмятежного спокойствия. Может лучше ты проведешь меня? И он такой... Зачем? Эмилиан, подожди здесь. Алистер подошел ко мне. Его взгляде отражались десятки вопросов. Лорд молча пошел дальше, а я проследовала за ним. Ну вообще да, как хозяин, типа мог бы и показать все. Тоже в принципе. В представленных мне покоях было тепло и чисто. Однако в них, как и во всем замке, было мрачно. Я украдки взглянула настоящего за моей спиной лорда. Он удивительно любезен и добр со всеми. Неужели Алистер все-таки не такой, каким показался мне вначале? И что он думает, для чего я его позвала? Спасибо, что проводил. Я бы хотела отдохнуть. Мои надежды на то, что после этих слов лорд уйдет, рухнули, когда он сделал шаг ко мне. Мужчина подошел вплотную, устойчиво посмотрев глаза. Взгляд Алистера опустился на мои губы. Мгновение до поцелуя, мои руки мягко отталкивающие его. Это что такое? Лорд протянул руку к моей груди, и я интуитивно захотела отплянуть. Но Алистер крепко держал меня за плечо, не давая-то двинуться. Что ты делаешь? Его холодные пальцы припустили ворот моего платья. Не слишком ли торопишься? Метко. Я расслабилась, когда поняла, что в его голове не было ничего, кроме подозрений. Хотя чему я радуюсь? Я Таллистера потеплел, когда он заметил фальшивую метку. Не догадался. Я смутилась такой близости и повела плечом, чтобы вернуть ткань на место. Лорд позаботился об этом за меня, учтиво поправив лорд. Говорила же, не обижу. Он отстранился и протянул мне руку, ожидая, что я вложу в нее свою. Что делать? Протянуть руку? Ладно, давайте притянем, мы не будем ругаться. Моя кисть была столь маленькой в сравнении с его. Несмотря на то, что лорд пугал меня и будто груб вначале, его намерения казались чистыми. Я не знала, играл ли он так искусно или и впрямь был хорошим человеком, но я решила дать шанс. Всего один. Алистер поднес мою ладонь к губам, осторожно, как птицу, которая вот-вот упорхнет. Его уста коснулись моей разгоряченной кожи. Я рад, что ты позволила проводить тебя. Знал бы почему. Однажды ты сделаешь это не из-за страха, чего бы ты не боялась. По безопасности. Никто в этом замке не обидит тебя. Алистер излучал удивительную ауру. Иногда он смотрел колко, говорил грозно. Однако, встречая его взгляд, я постепенно находила в нем тепло. Которое, казалось, было предназначено лишь мне. Стало неожиданно больно от того, что он не знает, кто я на самом деле. Вот мне тоже больно вот от этого осознания. Вот мы его обманываем. Наше знакомство построят на обмане. На нашем месте должна быть сестра. Все-таки у нее метка. Что сестра, вообще и как, вот что с ней будет, имея эту метку, тоже никто не знает. Стало неожиданно больно от того, что он не знает, кто я на самом деле. Иногда правда станет ему известно, а то вместо тепла в его глазах останется один лишь лед. Прошу, не покидай покоя после полуночи. А если... Это не просьба. Хорошо. То при ночи Оливье. Дверь за лордом захлопнулась, и я осталась одна в темной комнате. Да где же она темная, если у нее большие, смотрите. Во всю стену просто окна. В замке было зловеще тихо. Я пыталась поспать хоть чуть-чуть, но навязчивые мысли не отпускали меня. Что после полуночи здесь может происходить? Почему Алистер просит меня не бояться, но бесконечно говорит загадками? Может подумать, что попало в убежище каких-нибудь монстров? Ведь замок впрямо очень жуткий. Если он опасен, почему лорд не привел меня в более безопасное место? Я уставилась в потолок, вспомнился дом и пропавшая Оливия. Почему сестра так легко сбежала? Она всегда была привязана к родителям. Как мне казалось, даже любила их сильнее. Хотя мы часто спорили об этом в детстве. Сон не приходил. Я потеряла счет времени и не понимала, который час. Страх перемешку с неутолимым любопытством заставил меня подняться с постели. Просто выгляну, что может случиться? Я приникла к двери и прислушалась. Тишина. Ручка со скрипом поддалась мне. Но в эту же секунду раздался оглушающий бой часов. Полночь. Жуть. Последнее, что во мне оставалось, это наблюдать за ночным пейзажем. Пусть не сегодня, но узнаю, что Алистер прячет здесь. Тогда расскажу все родителям и попрошу меня забрать. Подойдя к окну, я заметила два силуэта замка. Это Алистер и Эмилиан. И я похолодела от ужаса. О чем они разговаривают? Оказалось, что Эмилиан буквально почувствовал мой тревоженный взгляд. Он увидел меня. Все, пропало. Эмилиан точно знает о моей лыжи и все расскажет Алистеру. Я отпрянула от окна и спряталась под одеялом. Тревожно ожидая, что скоро покину замок. Если Эмилиан сдаст меня, что будет со мной и с моей семьей. Нет, он не должен это узнать, пока не найду способ вернуться домой. Уснуть так и не получилось. Всю ночь слышали странные шорохи. Казалось, что даже стены шепчут. Когда взошло солнце, стало спокойнее. Ой, вот на утро здесь красивенько, прям так. Кто-то постучал в дверь. Мисс, вы уже проснулись? И я, собрав последние силы, подошла к двери. И отперла ее. Вылет уставшим. Хотя едва ли я лучше. Вы совсем не отдыхали? Это моя первая ночь мне дома. Сегодня я приготовлю замечательный чай. Он успокаивает нервы и способствует здоровому сну. Мне кажется, Леонарис здесь более-менее самый нормальный и адекватный. По крайней мере, ну, на мой взгляд. В общем, посмотрим, конечно, кто нормальный, кто нет. Вы тоже не выглядите отдохнувшим. Пришлось стать раньше. В замке сейчас некому заниматься уборкой. К тому же Никола отказался готовить вам завтрак. Так что сегодня вы будете есть то, что приготовил я. В замке нет горничной? Она на заслуженном отдыхе. Неловко. Надеюсь, ему за это заплатят. Спасибо, Леонард. Благодаря вам голодная смерть мне грозит. Надеюсь, Никола этого не услышит. Есть то, чего вы не умеете. Я могу все, что нужно лорду. А может мне удастся расспросить его? Да но вы живете в замке. Добрую часть своей жизни. И вам здесь нравится? Замок лорда стал моим домом. А дома лучше, чем где бы то ни было? Может мне удастся расспросить его, какой лорд? Такой, каким должен быть. Он милостив с теми, кто честен с ним и строг, когда ему лгут. Все же проявляется его строгость. Не забивайте свою утомленную голову ненужными знаниями, мисс. Так, еще. Кто такой Эмилиан? Лорд наверняка осмелился бы назвать его братом. Близкий человек. Тот, кому лорд, безусловно, доверяет. У вас с ним кажется напряженное отношение. У меня с ним нет. У него со мной может быть. Почему я не могу покидать покои после полуночи? Потому что вы можете потревожить чей-то сон. Или увидеть кого-то, кто не хотел бы быть замеченным. Вас может что-то напугать. Дайте себе время привыкнуть. И все двери в любой час станут для вас открыты. Вопросов нет. Вы не сильно хотите отвечать на вопросы. Мне не в тягость слушать их. Но я не расскажу всего, что вы так отчаянно хотите знать. Будьте честны и терпеливы. Тайны жизни и сердца лорда откроются вам сами. Я здесь, чтобы помогать ему заботиться о вас. Большего от меня не ждите. И поторопитесь на завтрак. Леонард ушел, а мне предстояло решить, что надеть из того, что привез Эмилиан. Это для нас были все платья, те прикиньте. Я открыла шкаф и приняла... Принялась рассматривать нарядом. А у него хороший вкус. Теперь вся лавка по песку в моей комнате. Интересно, как бы она отреагировала, если бы узнала, что хваленый ею господин Антонеско все ее платья выкупил для меня. Темные пауты, спирали ночи, золотые волны. Ну, слушайте, мне нравятся, да, волнистые такие прикольные? Черные нет. Карамельные. Давайте оставим такие, да? Как у меня. Наряд сумрачное облачение, магия полуночи. Ух ты, шелдунная роза. Давайте выберем вот это. Мне очень нравится. Может выбрать что-то другое? Мне все нравится. Прям красивенько. Переодевшись, я спустилась в столовую, которая оказалась пустан. Стол был любезно накрыт для меня одной. Здесь что, никто кроме меня не ест? После сытого завтрака у меня прибавилось сил. Я сидела в тревожном ожидании появления лорда. Выдал ли меня Эмилиан? Вчера он велся так, будто не узнал во мне меня. Но он что-то скрывает, чувствую это. Когда тень Алистера нависла надо мной, я готова была расплакаться. Надеюсь, завтрак был сносным. Ты напугал меня? Прости. Я поднялась со стула и оказалась неожиданно близко к Алистер. Мне пришлось задрать голову, чтобы увидеть его лицо. Когда нашла в его глазах уже привычное тепло, стало спокойнее. Лорд, чтобы не спущать меня близостью, сделал шаг назад. Пошли, покажу одно место. Не люблю сюрпризы. Что если он запрет меня в подвале? Если бы он хотел меня убить, то сделал бы это сразу так. Уверен, тебе понравится. Сквозь густые облака пробивались редкие солнечные лучи, однако это не помешало Алистеру выйти из замка. Во мне разливалось волнение. Но беспокойство сменилось восхищением, как только мы прошли в сад. Ух ты ж, какой красивый. Тысячу красных роз, которые украшали собой каждый его уголок. Я вспомнила сразу Алису в стране чудес. От этой красоты настроение улучшилось. Пусть я и помнила мрачный замок, в котором находилась. Неужели здесь есть живые красивые места? Никогда не видела ничего прекраснее. Рад видеть твою улыбку. Мы бродили по саду, и не было ему конца. Я обещал загладить вину. Я недоуменно посмотрела на Алистера. Любая его фраза была внезапной, а что последует за ней, непредсказуемым. Исполню одно твое желание. Любое. Не проси лишь покидать замок. Блин, как красавец чудовища вот прям вот. Похоже такое. Главное не покидать замок. Это все, что я прошу. Боишь, что ничего другого не желаю. Подумай. Сохранить желание раскрыть одну тайну. Сорвать розу. Может попросить раскрыть его одну тайну? Ну, сорвать розу, но это совсем как-то не Катя. Давайте раскрыть одну тайну. Раскрой мне одну свою тайну. Алистер удивил о мое желание. Он задумался, перебирая секреты в своей голове. Остановился, долго и пронзительно на меня смотрел. Ты здесь не для того, чтобы потешить мое самолюбие. Или подтвердить могущество. Он подходил ко мне ближе и ближе. Легкой поступью, словно боясь пугнуть. Я же с его приближением становилась все меньше. Все хрупче. Мне нужна твоя любовь. Не вымученная, настоящая. И вот он был совсем близко, отчего сердце мое готово было выпрыгнуть ему в руки. Не, ну тут просто вау, вот серьезно, Катя, она ваушная. Сможешь уйти, если мне не удастся убедить тебя остаться со мной? Стоило сказать это раньше. Ммм, какой он пупсик. Пупсик. Не я завороженно разглядывала багровые цветы. Наклонившись к одной из роз, Жанна вдохнула ее аромат. Аккуратно, чтобы не уколоться длинными шипами. Взяла из-за стебель и приготовилась его сломать. О нет, 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 нет. Испуганный возглаз заставил меня отпрянуть от ароматного цветка. Лорд, как вы могли такое допустить? Ничего от одной розы не случится. Нет, не трогайте их. Мужчина, кажется, готов был броситься в драку со мной. Ноздри его раздувались от ярости. Луиджи, позволяй Ливии сорвать всего один цветок. Садовник, скрипя с зубами, сделал шаг назад. Ой, блин. Мне после такого не надо, слушайте. Не будем сорвать. Если нужно, сам принесет пакетик. Поставить красиво в комнате. Вот. Я не стану тревожить ваш сад, Луиджи. Мужчина мгновенно расплылся в благодарной улыбке. Я знал, что в вас хватит нежности, чтобы не сорвать беспомощный цветок. Он такой же живой, как и мы с вами. Ступай, все будет хорошо с твоими розами. Садовник ушел в приподнятом настроении, тепло оглядываясь в любовью в выращенный цвет. Кажется, Алистер тоже стал расслабленнее. Мы с Алистером вновь остались наедине. Тебя в любом случае ждет свобода. Что? Останься здесь на полгода, а потом сможешь уйти. Я почувствовала, как усталость накрывает меня. Но также ко мне пришло долгожданное успокоение. Правда? Что же это не так долго? Хотя кто знает, что может произойти за это время. Нельзя упустить возможности выбраться отсюда раньше. Все вокруг будто стало более радужным. Теперь я могла хотя бы попробовать воспринимать происходящее как приключение. Но Эмилиан все еще вызывал тревогу. Жить в одном замке с человеком, что в любой момент может разрушить твою жизнь. Очень страшно. Алистер отвлек меня от размышлений. Что ты больше всего любишь? О чем мечтаешь? Лорд оказался все более достойным. Но вместе с тем, что загайдочным человеком. Он не делал ничего, что могло бы заставить меня возненавидеть его. Я люблю читать. Из книг можно узнать столько нового о мире. Я хотела бы исследовать его сама. Но по сей день мне были доступны лишь страницы о далеких странах и красивых местах. Алистер задумался. На секунду прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Мне показалось, что ему плохо. Однако он тщательно скрывал это от меня. Я беспокойно посмотрела на него. И когда Лор заметил это, то решил быстро отвлечь мое внимание. И у него получилось. Пока я не могу показать тебе мир. Но библиотеку... Хочу взглянуть. Ух ты ж. Алистер привел меня в огромную читальню. Она источала бесчисленное количество знаний и тайн. Мне нужно уйти. Библиотека в твоем распоряжении. Ну пожалуйста, постарайся не заходить слишком далеко. Лорд ушел. А его просьба разбудила во мне любопытство. Все его вот эти вот... Ну только нет. Ну только не надо. И вот прям вот хочется вот сделать лезя. Да вот это вот... Лезя. Лезя. Ведомая им, я игнорировала литературу, что хранилась у входа. И прошла в самый угол библиотеки. Бродила среди книг, как будто по закоулкам чьей-то памяти. Сколько же лет она наполнялась? Ух ты, какая статуя, дочка. Поворот за поворотом. Каждый дает что-то новое, неизведанное. А это что такое? Книга была достаточно высоко и отличалась от остальных. И я услышала странный шум. Так, рассмотреть книгу, разобраться, что-то шум. Давайте рассмотрим книгу, наверное. Стараясь не отвлекаться на возникший низ неоткуда шорох, я принялась рассматривать багровый с названием, который я никак не могла разглядеть. Черными буквально на обложке было написано... Черными буквами на обложке было написано то, что не поддавалось моему зрению. Звук повторился. Я больше не могла игнорировать его. Я заглянула в маленькую комнату, скрытую за книжными стеллажами. Увиденное заставило меня ужаснуться. В обитом окромном бархатом гробу лежал мужчина. Почему в библиотеке гроб? Ты мертв? Казалось, все только начало налаживаться, как жизнь вдруг послала мне новую загадку и испытание. Я оказался кошманным с ней, пережить которой в одиночку было невозможным. Алистер! Алистер! Задыхаюсь от страха и сделаю несколько шагов назад, готовясь убежать отсюда. Мой полный спиной в чью-то грудь. На мгновение я поймала себя на мысли, что хочу, чтобы это был лорд, но... Не стоит тревожить его сон. Эмилиан стал последней каплей, и я не в силах сопротивляться наступающему срыву, пошатнулась. Мужчина поймал меня, не дав упасть в пропасть ужаса. Я сразу же вырвалась из его рук и со страхом смотрела. То на Эмилиана, то на лежащего в гробу незнакомца. Он спит. Да. Разве Алистер не говорил тебе не заходить далеко? Эмилиан смотрел на меня, будто хищник, загнавший свою жертву в угол. И как тебе здесь? Страшно. Ожидаемо. Хотелось отстраниться от мужчины, но он не давал уйти далеко, преследуя меня. Я сжалась в книжную полку. Тогда в лавке ты расстроилась из-за того, что я проявил внимание к твоей сестре? Нет. Это славно. Не то было бы скверно, если бы я заинтересовал невесту близкого друга. Вот от него исходил такое, что меня пронзало злоб. Эмилиана поймала лок от моих волос в точности, как в тот день. И так нравится играть с тобой, Розе? Он догадался. То, как ты... То, как отчаянно ты стараешься сохранить спокойствие. Хотя точно знаешь, что я вижу тебя насквозь. Блаженство? Откуда глупая торговка рада была поделиться всем о тебе? Я знаю даже об этом шраме. Эмилиан легко коснулся места ногой и руке, где жил некрасивый рубец. Потом, как ты получил его. И я дернула руку и спрятала ее за спину. Ты преследуешь меня? Вообще-то, это ты у меня дома. Твой дом? Как это понимать? Я здесь живу. Где моя сестра? Откуда мне это знать? Это ты уговорил ее сбежать? Ответь себе на вопрос, зачем? Чтобы я оказалась здесь. Эмилиан раздраженно приснул. Ты высокого себе мнения? Нет, я плохого мнения о тебе. Почему не рассказала листеру правду обо мне? Эмилиан усмехнулся. Он оперся рукой о полку рядом с моим лицом. Может, не хочу расстраивать друга. А может, хочу тебя. Хорошо, что не друга. Ну, прикольно, прикольно. Вот что-то есть, да? Во второй серии уже вот мелькают вот эти подводки, за которые хочется зацепиться. Это вот интерес. В принципе, мне все понравилось. Если вам тоже понравилось, понравился мой ролик, мои стараниям можете поставить лайк и подписаться на меня. До скорых встреч!